все приветствую студии укрлайф тиви и андрей бетлев и сегодня поговорим о бурятской культуре меня в гостях представители общества бурятской культуры максим и бата с вас нам начнем потому что вы все-таки председатель этого общества и вот полностью представьтесь расскажите об этом общество как началось младежи меня зовут бата рабданович цирин держи я председатель общества бурятской культуры которая наверное является одним их старейших общин или общин в киеве потому что мы организовались еще в 1974 году в январе месяца здравствуйте мы коллектив sky love два музыканта которые будут представлять музыкальный перформанс который посвящен бурятской культуре будет использоваться три инструмента диджи риду в орган гитару диджи риду в орган гитару а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, конечно, да. Вы же понимаете, что если они граждане Российской Федерации, естественно, они попадают в армию, а в армии приказы не обсуждаются. Так что в этом смысле те танкисты, которые попали в ДНР, так сказать, можно сказать, больше жертвы, чем в ДНР. Правда, есть, конечно, там и те, которые приехали добровольно, добровольцы, но у них уже отдельная тема – это информационная война. Это жертвы информационной войны. Это все-таки есть. Ну, я их не видел ни по интернету, ни где, но, наверное, есть. Даже как-то не хочется даже и видеть это. Действительно, что Максим – человек молодой и пришел в вашу культуру пространства. И почему, Максим, что вас привело в эту культуру? Так получилось, что мой отец с Украины, а мать, она родом из Улан-Удэ. Она сибирячка. Ее бабушка, ой, моя бабушка, ее мать, она относилась к староверам. Ну, это семейские. И родилась она в Бичуре. Ну, и за счет того, что бабушка познакомилась с дедушкой, который тогда проживал в Улан-Удэ, они породили мою маму. И, как бы, понятное дело, родовое колено идет по маминой линии с территории Бурятии, Забайкалья, Улан-Удэ. И моя мама, она является активным деятелем в бурятской общине. Где-то в течение четырех лет занимается уже активной деятельностью. Да. Вот. И тоже меня просило, как бы, не то что просило, мне самому это было интересно. Вот. Я тоже включался в этот процесс. Ну, и нес, как бы, тоже колорит знания, потому что параллельно я практиковал уже горловое пение, исполнял горловое пение. И первый раз, когда побывал в бурятском обществе, так более активную деятельность проявлял. Ну, начал культурно как-то себя там раскрепощать, да. Вот. И выступил в сценке, мы там делали сценку, кукольный театр, совместно, как бы... Я представил себе, знаете, такие куклы, которые, в общем-то, горловым пением... Это был спектакль по темам бурятских сказок. Мы издали тут, на Украине, бурятские сказки. И вот из двух сказок сделали спектакль. Один называлось... Ну, а вообще все должны, вот, особенно члены этого общества, землячества, владеть городовым пением, что называется? Нет, конечно. К сожалению, этот талант нужно иметь. Как и Максим смог себя развить. Хоть далеко от ЛАНД, он родился же, наверное, где-то в Киеве. Да, ну, как бы, я часто ездил к бабушке и к дедушке. А, вы бывали тогда, да? Конечно. Вообще-то первые воспоминания... Ну, я народился... Я родился в Борисполе, вот. А первые мои... Самые первые воспоминания были в ЛАНД, потому что, как бы, меня отвезли туда маленьким ребенком. Вот. И я туда приезжал, там, интервал четыре года. Представляю, я так вот, вы родились в Борисполе, все нормально, вдруг раз, и первые воспоминания сразу в ЛАНД, то есть, наверное, какой-то такой контрастик там вот был, да, или все-таки? Ну, ну, я помню просто, что катался на качеле, да, там, в детский садик в ЛАНД. И там, мельком, где-то раз, на вокзале, там, просто, ЛАНД. Почему? Ну, что, сейчас, знаете, это же такой город. Мы же покажем чуть-чуть картинок-то, фото. Да, да. Ну, как-то оно, вот... То есть, Бурятская автономная, да, там, как-то автономия? А, автономная республика Бурятика. Ну, там была реформа административная, да, вот, при Путине-то уже все там поменяли. В 74-м там же было, ого, ого, сейчас поменьше оставили Бурят. Много чего, в общем, ну, пропал теперь Агинский национальный округ, нет его, да, он теперь входит в Чеченский этот административный округ или Забайкальский. В Чеченский? В Чеченский, да. Ну, и в Иркутской области был Устердынский бурятский национальный округ, его тоже же нет. Угу. То есть, национальные округа как-то, они так схлопываются куда-то, вот, сминаются и буквально... Это называется, как бы, реформа структуры, как она называется, федерации, да, федеративного устройства России. Ну, страдают в Бурятском. Ну, а вот почему все-таки, ну, как-то тянет, или что здесь такое за чувство вы испытываете ко всему этому, в Бурятскому, такому, национальному, Могольскому? Ну, как бы я, да, мне-то рассказал, там, момент в том, что я туда часто ездил... Ну, сколько раз там были, это же далеко, это же дорого очень. Ну, как вам сказать, ну, десяток здравый был. И на Байкале тоже, да? Видели Байкал? Да, конечно, но я его с детства помню. Вообще, человек. Нет, не чтобы в Крым, да, раз, он в Бурятию и на Байкал. Да, бабушка, дедушка, там, дядя, как бы, ну, это же мамина линия. Вот, и когда-то в 17 лет я туда попал, тогда я уже учился на религиоведении, философский факультет Шевченко. Меня интересовали, как бы, шаманские культуры, буддизм, христианство старой веры. Вот, и я начал, как бы, эту тему изучать. И параллельно, как бы, я вот, ну, был в Бурятии, мне было 17 лет, я ходил по буддийским датсанам, слушал их песнопения, видел эти все хуралы, молебни, да. Притом, параллельно, теоретически подгонял себя в этом направлении. То есть вы уже поступили тогда на фрукте, да? Да, 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 я уже учился. Это был где-то второй курс, если не ошибаюсь, второй или первый. Вот, и попал на Альхон. Альхон – это остров, который находится на самом озере Байкал. Это величайший остров, о котором очень много передач сейчас можно увидеть там, да, на том же… Сакральное место. Очень сакральное место. То есть буряты смогли его как-то захватить там? Ну, как у нас Тартимировский полуостров. У нас есть место в Тартимировский полуостров, достаточно сакральное, да. Вот Альхон – это, ну, как остров на Байкале, тоже очень мощное древнее сакральное место. Место монголо-бурятской силы, может быть, там? Ну, да, там ходит легенда, что Тамерлан свои сокровища спрятал на Альхоне. Ну, и как бы там есть мыс Бурхан. Мыс Бурхан – это шаманка, я так называю в этом народе. Я там приобрел себе варган – это алтайский Поткина, вот, ну, похожий инструмент, да. Первый раз вообще приобрел этот варган, хотя до этого я его всегда слышал, друзья часто играли на нем. Вот. И просто себе играл, как бы, посвящая песне… Сразу начали играть? Ну, на нем, на самом деле, не тяжело начинать играть, да. Уже если ты чаще начинаешь играть на варгане и чувствуешь его, тогда ты можешь, как бы, повышать свое мастерство. Вот я посвящал песни природе, ну, можно сказать, духом, да. У каждого человека по-разному природа рассматривается. Вот. И варган – это был, как бы, можно сказать, инструмент, который пробудил во мне интерес к горловому пению, как к практике. Ну, я начал практиковаться. Может быть, сейчас в качестве такой перебивки музыкальной паузы или это не так легко настроиться на какое-то нужное… А, да почему? Нет, легко… То есть, вы на этом острове, да? Как там еще раз повторим его? Альхон. Альхон. На этом там пляже или там… А, там очень холодная вода. Все-таки? Да, да, там купаться можно, но осторожно. Но лучше все-таки поиграть вот на варгане, так спокойно и… Конечно, можно и на варгане, и на гитаре поиграть. Кому как нравится, кто-то может даже спеть песню без какого-либо инструмента. А эти вы достали, я думаю, что это вся вот эта штука, это весь инструмент, а оказывается там маленький. Нет, нет, нет. Варган, чтобы вы понимали, это универсальный инструмент, он был найден среди разных совершенно народов, культур. Похож на открывашку такой бутылок, да, чуть-чуть? Ну, и на ключ похож тоже. Да, да. Здесь можно разные ассоциации. Но это именно такой фирменный, да, Варган? То есть, он как? Это эстонский, это его друга взял. Есть украинский? Есть дримба, да, карпатская. И варган – это русское именование. Вот, дримба, украинское – наша назва. Хомус – это именование этого инструмента. И в Бурятии, и в Туве, как бы, кумус, хомус. По-разному именуют. Монг-харпа – это финный именованный инструмент. И в Бурятия. И в Бурятия. И в Бурятии. Ну, он такой мини-ческий, да? Такое, вообще, надо себе тоже найти, может, недорогое такое, что делает молодежь, да? Это можно слушать очень долго. Ну, к этому варгану еще надо привыкнуть, я просто играю на нем два дня, разные варганы, в принципе, у них принципы. Ну, это же какой-то первый шаг был все-таки к не религиоведнию такому академическому, а к какому-то шаманизму, да? Максим, что там с шаманами? Вы хоть видели там каких-то начинающих кандидатов в шаманы или, может, настоящего какого-то, может быть, и Бата Рамда начинаешь с шаманом, он так скрывает? Ну, человек любопытный, скажем так, да, вот, мне интересно изучать разные же, я говорил, культуры, не только с книжки, еще и видеть это все перед собой. Вот, я познакомился, понятное дело, и с шаманом, и с буддистами. Ну, их называют всех ламами, хотя это неграмотно немножко. Ну, ламаизм, то бишь называют ламаизм, это как бурятский буддизм, это немножко неграмотный термин. Монгольский и бурятский. Да, считается, что это школа Гелукпа, это определенное конкретное направление, которое относится к тантрическому буддизму, исповедуют в основном буряты, монголы. Вот, и я общался вот с носителями культуры, с шаманом, с Ириновым Циданжабом, достаточно интересной, уникальной, скажем так, личности, вот, со своими какими-то странностями. И интересовался культурой, камланием, но камланием – это шаманский ритуал, как они почитают духов. Вот в киевском землячестве камланием кто-то вообще занимается, да? Мы приглашали шаманов из Бурятии, приезжал к нам, мы устраивали тут небольшое даже такое представление, и даже в обряд камланием мы ездили в сторону, да, за Выжгород. То есть в Киеве нельзя было таки, в городе это опасно? Ну, просто это делается обычно на природе, мы обратились к местным властям, они нам разрешили, и мы там сделали этот обряд камлани. Выделили территорию просто, а это как выглядит вообще-то? Это довольно шумно, или так тихонечко все камлани? Да, по времени сказал бы это шумно, ну да, там Бобин присутствует, он там какие-то свои поет песни. Все же надо было снимать, вот это же было интересно показать сейчас. Ну, мы снимали, фотография у нас есть. Фотография? Да, да. Ну, а мой двоюродный брат шаман. Все-таки, видите, он в Киеве живет, да? Нет, он живет в Улан-Удэ, он уже, правда, преклонного возраста, сейчас, что-то сказать, практика не было, но шаманизм, или, вернее, стать шаманом, это не считается очень хорошо, потому что это сразу накладывает очень жесткие обязательства на человека. И он уже, по большому счету, себе принадлежит только в небольшой доле. Он уже, как бы, обязан помогать людям. Ну, а вот, разобретаясь на какой-то чудесклонной профессии, на женить буду, они же не имеют права иметь семью, или напротив? Нет, там больше направление шаманизма, это не семейный какой-то правопорядок, это обращение к природе, к богам и духам гор, рек, тайги и так далее, к солнцу, к ветру, к небу. Ну да, в Киеве тут не очень в городе, конечно, найдешь местечко, где вот можно непосредственно общаться, тут нужно. Ну, почему? Здесь масса хороших мест. А сколько сейчас еще населения в Улан-Удэ, там, наверное, тысяч, может быть, пятьдесят или тысяч триста? Нет, около четырехсот, больше четырехсот. Почти угадалось от второй попытки, да? То есть нормальный такой полумиллионный город? Да, достаточно большой, особенно в последнее время он хорошо развивается, стал красивее. Интересно, сколько там шаманов на тысячу человек? А вы знаете, достаточно большое количество, потому что это стало модно, это стало коммерчески выгодно, но, как обычно, это всегда нашлаивается на эти вещи. Ну, немножко они, конечно, лечат там, да, доступными средствами? Ну, есть шарлатаны, а есть те, которые действительно лечат, вот мод двоюродный брат, он действительно лечат. Ну, я не сомневался, конечно, он уже не может быть. А некоторые больше, так сказать, внешнюю сторону показывают. Мейнстрим, мейнстрим некоммерция. И арт-хаус. Ну, просто интересный опыт такой, да, вхождения в эту культуру Максима. Вот же я понимаю, что сейчас у вас не просто там один варганре, там горловое пение, может даже покажете приемы, а еще и какой-то синтез культур. Вы же там делаете и с украинским культамелосом опыты, да, и там скандинавский, вот вы рассказываете, что… Да, конечно. Можно это очень интересно все обменять. Я хочу добавить к этому, да, вот Максим тоже вот эту вот линию удерживает или развивает, когда вот эта кросс-культура степительных народов Евразии, она, в общем, практически сквозная. То есть она-то настолько друг друга, не то что дублирует, но очень похожа друг на друга. Это на протяжении многих веков. И вот в частности, вот сейчас, кстати, приехала Верлиана Ткач, она американка украинского походжиня. Она делает спектакли на всякие этнографические темы. В том числе она сделала шесть спектаклей на бурятскую тему. Вот и один из них был посвящен книге шаманизма. Она участвовала, кстати, тоже в обряде камлания и посвящении в шаманы. Ну камлания что, это люди поют, да, вот, или говорят, они там начитывали рэпа. Это уже не в транс. Камлания – это достаточно сложный, серьезный ритуал, который, может, имеет право проводить в большей части только шаман, да, как бы посвященный, инициированный. Вот. Я не являюсь там шаманом. Но камлания также может проводить патриарх семьи, вот, который не занимает должность шамана. Ну, это, как бы, покормить духов, да, там, окурить можжевельником дом, вот, побрызгать водкой по четырем сторонам света. И молоком. И молоком, да. Вот. Но это, как бы, типично такое можно увидеть даже среди сибирского населения, да, в Бурятии, что каждый, перед тем, как употребляют алкоголь, они по четырем сторонам водкой. Осталось так. Да, да. Ну, как бы... Все, немножко подкамланивают так. Вот, да. Но если говорить о традиционном камлане, о серьезном камлане, достаточно сложный ритон, который в Бурятии, ну, в Монголии, считалось, особенно в те времена, что его должен проводить только шаман, да, как бы. И, опять же, правильно Батас сказал, что шаман – это не, там, такой дар, цветочки, сверхсила, я гуляю, бегаю, супермен. Нет. Шаманизм и шаманский дар для неподготовленного человека или для слабого человека будет достаточно серьезным недаром, вот. Ему будет плохо и тяжело. Ну, Батас сказал, что это все-таки, в первую очередь, труд. Труд, очень, очень, очень кропотливый труд, потому что… И служение людям, да, вот, то есть все время ты должен кому-то, все время должен, и почему не деньгами, а именно своим вот этим даром. Если не лечить кого-то, то, как правило, они потом сами болят. А, такой способ лечения, конечно, не очень. Шаманская болезнь, да. Шаманская болезнь заключается в том, что ты, как бы, переживаешь болезнь, ты должен эту болезнь пережить, чтобы понять ее структуру, да, и потом вылечить самого себя. Но этот принцип, опять же, можно… феномен шаманской болезни, можно прочитать работы Мильчей Ильиады, шаманизм, архаические техники экстазы, там очень все ясно, черн по белому… Ильиад вроде румын был, да? Да, румынский религиоз. В то же время он все-таки разобрался с шаманином. Он не только очень большой шаманин. Вот так подумаешь, да, вот были простые какие-то шаманские таблеточки, чтобы не терять же силы шаманам. Раз – дал таблетку, прописал и… Да, естественно, тоже очень хорошая литература. Олард Диксон – это тувинский шаман, вот, он проходил инициацию. У него есть книги, Олард Диксон, тоже по шаманизму. Они достаточно тоже авторитетные среди людей, которые… Максим, вполне мы вот уже справились бы своими силами. С таким образом был фильм замечательный «Индийские йоги. Кто они?» Впервые еще снимался Жан Довженко. Вот такие тувинские шаманы. Кто они? Открыть бы это телезрителям, а не только желающим узнать. Снять бы какое-то видео. Но тут, конечно, не до юмора, потому что, если представить себе, что это такой вот камлане, наверное, участники все-таки немножко от этого страдают, потерпают как-то. Опять же, здесь надо четко разделять. Шаманизм как ремесло шамана и шаманизм как язычество, как почитание сил природы. Если человек, допустим, исповедует шаманизм, это не означает, что он шаман. Нет. Человек, который исповедует шаманизм, это человек, который обращает внимание на природу в первую очередь. Это человек, который будет петь песни не только людям, а будет уходить куда-то в лес и будет посвящать песни лесу. Вот. Потому что, как бы, если бы, допустим, да, люди в своей массе были там язычниками, ну, тоже, опять же, понятие язычника, оно достаточно пугливое в наше время. Тот человек, который любит природу и относится к ней неравнодушно, то они бы не уничтожали реки, да, там, глыбоческу не закинули в коллектору на Подоле. У нас же уж такая была прекрасная природная фауна, да. Киев, он мог стать серьезной Венецией. Вот. Да, Киев это все. Вот. А не Русановкой какой-то там маленькой киевской Венеции. Конечно, по природе можно было наворотить, если там Шабанов в нужное время, я думаю, да. Вот. Ну, а сейчас пытаются и Днепр загадить всякими гидроэлектростанциями, да, там. Да, все уже, каскад уже сделали, да, это просто практически по всему течению там уже водогранилища. Это уже. В общем, шаманам работа и работа, я думаю, так разобраться. Ну, вот немножко о культурных связях, да. Вот то, что вы сказали, что это женщина, которая ставит спектакль. Надо ее указать в студию. Ну, а что, она как-то связана тоже с этой культурой или она сама бурятка? Нет, она украинка. Украинка. Вернее, американка украинского происхождения. Просто у нее… Вот в Америке сколько бурятов так немножко попутать? Там же тоже диаспора нормальная, да? Тут я не могу сказать сколько там, но в Нью-Йорке десятка два. Ну, вот немного. Я смотрю, там по Австралии там 1500 бурятов. Да. Все-таки уже такая диаспора крепкая. Честно говоря, не могу сказать. Ну, и вот она все же пропагандирует и популяризирует, точнее… У нее цикл. У нее больше 60 спектаклей на разные темы. Это и буряты, это казахи, это киргизы, это украинцы. Ну да. И так далее и тому подобное. Без них таков. Там целый список и очень интересные вещи. Я как-нибудь, я постараюсь ее пригласить к вам. Так она приходила к вам на какое-то собрание, потому что там регулярное собрание проходит? Ну, у нас разные мероприятия проходят. И однажды она пришла на наше собрание, там это была лекция по поводу очередной годовщины создания бурятской СССР. И мы читали лекции об истории Бурятии, о культуре… А кто сейчас первое лицо в Бурятской СССР? Есть человек, который за это отвечает? Ну, имеется в виду, что избранные, назначенные… Ну, какой-то руководитель этой Бурятской СССР есть в России? Ну, там есть, да. Этот он, президент называется. Президент даже. Ничего себе. Вы на него не выходили? Он, кстати, шаман или нет? Это важно. Президент должен быть шаманом. Он русский по-национальному. Все-таки… С официальными лицами вы не очень так чувствуете с ними эти горизонтальные связи становитесь? Ну, сейчас, да. Раньше были хорошие, крепкие связи. Сюда приезжала делегация. Не один раз правительственная. Ну, не приезжали на Украину. Мы встречали их. Особенно большой такой резонал был, когда, по-моему, в 83-м году, только когда Украина стала незалежной, то здесь были проводились те культуры Бурятии. Мы прошли очень хорошо, на очень высоком уровне. Два самолета творческой интеллигенции привезли из Бурятии. Потом был ответный визит с Украины туда, в Бурятию, на Байкал. В каком году, Жардика, не попал же. Это же можно было, конечно, вписаться в Байкал. Хотя один раз я проезжал Байкал в жизни. Представляете, тоже не листнул купаться, как-то холодно было. Мы еще советская армия, дальневосточная военная группа, потом забайкальские как раз, ну, там Бирбиджан недалеко, то есть все-таки разные там народы. И потом мы проезжали Байкал, и как-то мы так с нему спустились, конечно. Фантастика. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 между городом и природой ну тогда как бы он соответствует времени я так считаю если человек отдает себя полностью культуре и забывает о природе ну или человек я хора девушек да максим все мне про природы то есть все-таки в этом смысле я же про свадебные обряды какие-то вот может быть резко может быть бата поможет нам ну я вас волнует просто то что губит эту природу везде и на байкале же там страшные вещи да еще помню был кого-то озеро да вот она начинала все же озеро с этой юной белохвостиковой она еще там говорила как вот правда все но он как запрещен сейчас может этот фильм даже не знаю но все же вещает на украине даже было такое что киевлянка фильм сейчас могут запретили потому что там что-то было связано с целлюлоза бумажный комбинат как работал так и работа работы да и поэтому продолжается вот это вот выбросы кстати в байкал то чистейшее озеро до резервуар пресной воде крупнейший в мире же сбрасывает что касается там свадебных каких-то ритуалов ну да ты самая но для молодежи очень важная тема жда есть такой танец который называется у рядов йохор но и подозрение такое что хоровод это тоже в общем-то идет оттуда еще я принес видео мы можем покажем сейчас да это танец да это супер танец йохор и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остается перейти к самому главному, все-таки сюжету нашего интервью, это горловое пение. Какие вот подходы, может быть, здесь Максим прояснит этот вопрос. Все же мечтают научиться петь, но никто не знает, с чего начинать. Ну, опять же, горловое пение... С природой, я понял. Главное, с природой контакт, и потом уже оно легче пойдет. Ну и водка, природа водка, а потом горловое пение, да? Я так упрощаю. Водка, можно и без водки. Это шаманские, я просто вспоминаю. Если серьезно, горловое пение, это не шутки, я даже сам слышал. Конечно, не шутки. К этому надо подходить серьезно. Почему? Потому что, если человек будет играться такими вещами, то это может привести к температуре, к упадке сил, да? Я просто сталкивался с такими случаями, потому что я обучаю людей этому искусству. И многие люди, которые начинают баловаться, они потом, у них что-то не так с организмом происходит, с психикой и так далее. Ну, в первую очередь, горловое пение, оно в основном присуще народам Тувы, Монголии, Якутии, Хакасии, Бурятии, территории как бы Тибета. Там известен тоже стиль горлового пения, такой как гьюко, дзоган. Вот. Я считаю, что горловое пение достаточно древнее. Почему? Потому что, как бы, во время исполнения горловым пением, когда ты поешь горловым пением, то ты используешь ложные связки. И возникают, как бы, звуки горловые, которые, ну, я так считаю, что люди тех времен, когда только ичевой аппарат начинал развиваться у человека, в основном использовали эти горловые звуки. Опять же, подражая силам природы, потому что, ну, как бы, человек тогда не имел настолько развитую цивилизацию, он жил весь в природе. Вот. Подражая звукам зверей, птиц, ветру, да, человек, как бы, пытался воспроизводить, имитировать. Вот. И эта имитация есть, как бы, в принципе, горловое пение. Шаманское даже пение. Здесь не всегда можно... Ну, шаманское пение, это, как бы, более всеобщее, универсальное, да, там... Это может быть Йойкинг, Саамский, Лолпи, это может быть Йодуль, это может быть новозеландские песнопения. Все-таки и там буряты? Нет. Или шаманы? Шаманы-шаманы. Ну, с анимизмом. Я понял, понял. Мысль такая, что все-таки в Новозеландии тоже природа такая еще детственная, что как там не подражать, трудно остановиться, всегда же там много осталось, чего еще. Ну, да, да. Ну, вообще, тема достаточно долгая. Вот. И есть, как бы, основных три стиля горлового пения. Вообще, принято, как бы, популярно горловое пение относить к тувинскому горловому пению. Вот. Тувинское горловое пение, это Тува, это народ, который граничит, с Бурятией. Народы и культуры, в принципе, очень сильно похожи, как и буряты, и монголы. У тувинцев, у монголов, у бурятов существует три основных стиля горлового пения. Это сагид, хоомей и каргара. Сагид переводится как плач, это более высокий стиль посвистывания, ну, вы услышите. Высокий, смысл, уровень звука высокий? Да, да. Частота? Частота. Частота. Вот. Хоомей, это более средний, по средней частоте звука. А каргара, это более низкие частоты. Стиль достаточно такой вот интересный. Каргара переводится как... Ну, есть несколько вариаций перевода имени стиля каргары, вплоть до того, что это речение верблюда, каркане ворона. Вот, хоомей, это стиль как бы средний, который является популярным среди исполнителей горлового пения, он достаточно специфический. Хоомей иногда называют полностью все горловое пение. Да, есть еще тоже по стиле эзенгилер и барбандыр. Ух ты! Барбандыр, как бы, но это считается бурятским стилем. Вот, он достаточно интересный. Это уже, скажем, скорее всего, позднее развитие других каких-то подстилей. Это еще не распапсованный такой, как туинская. Ну, я шучу, там сказать, что популярный. Ну, может быть, что-то покажем. Только вы называйте, что это будет, потому что я же вот запутался. Да, хорошо, хорошо, да. Конечно, именование этих стилей достаточно сложное. Ну, я начну, наверное, с каргары, с низкого стиля. Моааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а 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 о а каргарма все супер это это а это кстати вот означает или пока так только а у что ну это как бы смысл когда посыл если дома вот месседж или какое-то настроение определенное настроение демонстрации демонстрация демонстрационная ролика стоит ауди Ну очень сильно, да, такой вот юноша, казалось бы, звук. Это средний регистр. Извините, но я хочу записаться в ваше землящество, тоже культурное. Это очень круто. И сегит – это верхний стиль. А женщина исполняет что-то подобное, чтобы еще, может, выше что-то, да? А то средний и верхний, они не очень по высоте так отличаются, да, или это просто… А вы не услышали, там сверху еще была накладочка? Накладочка была. Не, ну вообще здорово нашло. То есть он вообще в два голоса пил. Ну я надеюсь, что мы же здесь делаем что-то, покажем еще отдельную концертную программу, да, и там попоете. Это же просто сегодня такое введение в мир. Часто знакомство. По поводу девушек, ну, хоть популярное мнение. Я уже не спрашиваю даже, думаю, наверное, с таким-то пением, как там у Пастернака при музыке, но можно ли быть ближе, вот это вот, при горловом-то пении можно ли быть ближе? В Тувее считают, что женщина не должна владеть горловыми пением. Вообще, как бы, в Тувее много есть запретов и в Бурятии на то, чтобы женщина там посещала святилище-капище, там, для духов, на гора, на возвышенности гор. Очень много запретов для женщин. Это, ну, как бы, зачастую часто задают люди вопрос, почему вот Тувинцы говорят, что женщинам петь нельзя. Это не чисто технически, это больше чисто по религиозным соображениям. Вот, есть такой Николай Оржик, он тоже развеял этот миф, сказавший, ну, Тувинский исполнитель горлового пения, который часто выступает уже в Украине. Вот, он сказал такую вещь, опять же, что это чересчур крайности религиозного табу, которое бы тут в Тувее бурять. На самом деле, девушка может владеть каргарой, хомой, сегитом. Ну, как бы, я в конкретное время, да, обучаю людей горловым пением. И девушек тоже, да? Ученики, да, которые, скажем так, участвуют в музыкальных проектах, выступают. Некоторые достаточно популярны, такие, как Назгуль Шукаева. Вот, я обучал ее горловым пением. Вот, она до этого занималась... Она, кажется, с Малваром выступала, да? Что же там? Азиатемия у нее выступалась. И выступала одна там девушка, ну, это, может, так вспомнилась. Смотрите, Максим, получается, что, если говорили о Тибете, да, вот это знаменитое поле Андрея, когда много мужества у некоторых народов, вот, Высокогорье, может быть, даже и у бурятов. Это же так здорово, когда у женщин много мужей, и все они поют разными голосами горлового пения. У тебя лицев такого нет? Все-таки поле Андрея нет у них, да? Все же там у них монокамные браки, как положено. Никакого, ни многоженства, ни многомужества, все очень четко, строго. Сейчас многоженства не могу сказать. Как это? То есть многоженства? Не знаю. У брата справиться нужно, я думаю, что брат точно скажет правду. Ну, опять же, поздний шаманизм, ранний шаманизм. Да, в раннем шаманизме, я думаю, скорее всего, там поле было достаточно выраженное. Ну, кстати, взор, что Вы за эмансипацией, что женщинам тоже можно и девушкам петь. Это прекрасно, что хоть здесь какое-то равенство юридическое даже. Потому что, ну, как бы, есть ученики, да, девушки, которые сумели, умеют красиво петь Каргарой. Я представляю, такая маленькая девушка и поет, как вот первые пели. Да, это еще шокирующий. Ну, к сожалению, сегодня мы, я хотел, чтобы Вы подвели какую-то черту, именно вот, ну, может быть, стратегию Вашего общества культурного. Замечательное же, в самом деле, такое собрание людей. Ну, о стратегии я говорил о том, что главная задача у нас это развитие культуры и сближение культур народов Украины и вообще всего мира. Потому что, чем больше мы друг о друге знаем, тем легче нам понять один другого, и тогда легче решить какие-то вопросы, проблемы, которые могут возникать в общении. Вот, поэтому, конечно, очень важно, и это благодарная работа, вот, работать в области культуры, в смысле, развивать вот эти вот связи. Потому что, вот, меня, например, очень радует и всех вас, кто является представителем членов общества в порядке культуры, то, что молодежь, вот, как Максим, интересуется этими вещами, что это не просто так, знаете, как в этом, а еще даже с такой глубокой научной базой, как вы видите. Ну, да, ну, человек закончил университет. И в последующем вы услышите, что… Хотя рвется на природу куда-то, чувствуется, у него душа его просит каких-то других просторов. Ну, наверное, это естественно. Причем никуда не там, вот в Карпаты, да, а сразу, если что, Улан-Удэ, Байкал… Да почему, у нас здесь очень рядом… Шамбала, Беловодье, Алтай… Там же тоже места, которые не исследованы. Да, ну, мы очень много ездим по Украине, много путешествий. Ездите именно обществом, да? Да, общество наше… Такой бурятский туризм по Украине или как это… Ну, все, кто членов нашего общества… Собирается просто и наши штуки… Нет, это у нас прямо экскурсии вот в Одессу, раньше в Крыме, в Запорожье, при Байкале… Господи… При Байкале… Прикарпатте, Закарпатте… Я спросил, очень важно, все-таки буряты, ну, и бурятская культура, она предполагает, наверное, мясо, да? Никаких веганов там нет, потому что это экологическая тема, обычно она куда-то в вегетарианство уводит… А, нет… Там мясо, да… Мясо, да… То есть все идет… Северный регион, и там, конечно… Олени, конечно, в первую очередь, да? Нет… Свиньи, попробуй там их… Олени в первую очередь, потому что это… Буряты живут в основном лесостебная зона. Есть те, которые живут в лесу, но это больше к ивенкам относятся, наверное… Что, и венки живут вообще? Венки тоже живут на территории Бурятии и Чеченской области, но в северных районах. Вот… Образ жизни, говорят, это скотоводство в основном, а охота. Вот… В меньшей степени, или совсем в маленькой степени, это сельское хозяйство. Как говорил в свое время представитель Совета Министров Бурятии, что Бурятия – это зона безнадежного земледелия. Поэтому, конечно, там лучше разводить скот. Да. Это было известно давно. Ну, и вот, наверное, на такую ночь, что, может быть, и не нужны нам там бурятские охотники, которые… Понятно, мы уже говорили, а лучше вот как-то культура – это чтобы соединяло людей, как там у Рерихова, Распаналия Костанет, да, тут, как не вспомните, о Николае Рерихе, да, пакт культуры. Да, да, конечно. И вот вписанную в окружность три круга, да, прошлое и настоящее будущее, ну и разные культуры. Ну, и вы же знаете прекрасно, что в Бурятии обдавали ссылку декабристы. И благодаря… Это отдельная тема. Мне кажется, нужно ее обязательно, она может выделить в отдельный разговор. Декабристы, общение с бурятами. Ну, то, что они повлияли на общий уровень культуры, то есть, это да. Ну, я вот вычитал, что кроме там Володина, блестящий драматург, да, который все-таки так мало прожил, кстати, утонул уже в Байкале он, да, был такой драматург советский. И он в 70-е годы же, он бурят, судя по Википедии, я не знал это даже. Последний же фильм там с Далем был поставлен по «Утина охота», это же… Или «Вампилов», сори. «Вампилов», да. «Вампилов». Вот это да, я промахнул. Еще бы Арбузов вспомнил, конечно же, «Вампилов». Да. «Вампилов» же был бурят, да, и вот «Утина охота». Да, да, да. Еще, конечно, какая-то просто… Старший брат, старший сынер. Это, может, после декабристов, но какая-то математическая школа какой-то есть, фантастический бурят, который просто целую школу он создал. Ну, это уже мы… Такие выводы я не беру здесь. Я перелистал просто в Википедии. Хорошо, брат, тогда прощаемся, и вот ваши пожелания, наверное, и Максим скажет два слова. Все-таки мы сегодня так хорошо поговорили, думаю, что еще мы насытим нашу программку вашим вот видео, музыкой и фото, и это будет интересно. Сейчас прозвучит композиция, которая посвящена бурятской общине на территории Украины, как символ того, что как бы кочевые народы, они взаимосвязаны тоже с нашими народами. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, пользуясь случаем я от лица нашего общества поздравляю всех украинцев с Новым Годом С Новым Годом по лунному календарю с Сагалганом Желаю вам мира, счастья и здоровья Спасибо По-бурятски Сагалган, Хара Ну это поздравление На Бурятском, да? Да, на Сагалган Такой коротком, может, поминее по-бурятски Сагалганар еще говорят, еще короче Хорошо, спасибо Спасибо вам Мы продолжаем нашу трансляцию на Укрлайф ТВ